У меня не так много было планшетов Samsung на канале, которых я прошивал, но вот один из них покажу. Значит, у нас есть планшет, это Samsung T211, он скорее мертв, чем жив. Он включается, несколько секунд работает, может полминуты проработать и вырубается. Первое, с чего нужно попробовать, с чего начать, это прошивка. Но я вам сначала покажу, есть ли возможность на них сделать сброс настроек. Плюс дома питания, держим три клавиши, экран загорится, питание бросим, а плюс и дом продолжим держать. Да, это ТАП-3, это, по-моему, T211. Но я, ребята, вас сразу предупреждаю, видео может быть неполным, он может просто сдохнуть в процессе и ничего мы с ним не сделаем. А вот, пожалуйста, что он здесь пишет? Мне эта ошибка, если честно, ни о чем не говорит, размер чего-то, CSC, региона, ему не нравится. Странно, может пытались регион ему сменить. Ну, в общем, если он сдохнет в момент прошивки, я извиняюсь, поэтому я вам хотя бы покажу, где взять, как я возьму прошивку, где взять Odin, где взять драйвера, как что поставить. Ну, и сам процесс прошивки, насколько он возможен. Значит, в рекавери опускаете снизу строчки Vibe Data Factory Reset и нажимаете питание. А здесь выбираете Yes. Ну, я сейчас сбрасывать уже не вижу смысла, я ему выберу No. Вы выбираете Yes. У вас будут строчки, побегут последняя строчка Data Vibe Complete, он снова вас перебрасывает в рекавери, где выбираете первую строчку Reboot System Now. Но я зажму на нем, как только щелкну, минус дом, вы с выключенного состояния обязательно заряжены, выключено состояние, минус дом и питание. Это будет режим прошивки. Так, поехали, выбираем Reboot. Зажимаем минус и дом, держим, он у него пойдет перезагружаться и должен упасть в режим прошивки. Если нет, то полностью вырубаем, минус дом и питание, экран загоряется, питание бросим, а минус и дом чуть-чуть подержим. Будет синий экран, где нужно будет нажать вверх. Но здесь мне, судя по всему, не повезло, и он пошел включаться. Отлично, пусть он включит, я переведу его в режим прошивки, мы вместе пойдем с вами на компьютер, где я покажу, где что брать, как что настраивать. Ну, сдохнет, сдохнет, не прошьется, ну, не прошьется. Так хотя бы будете знать в общих чертах, где что брать. Дожидаемся полного включения и вырубаем его. Он у нас полностью вырубился, он мне даже помог. Минус дом и питание, держим три клавиши. Держим еще, пока ничего-то не загорится. Отлично, загорелось окно, нажимаем вверх. Где-то там, вверх. И попадаем в режим прошивки. Но здесь все вроде официально, никаких повреждений нет. SM-T211. Ну ладно, подключаем его к компьютеру, идем на компьютер и продолжаем. Гуглим тему нашего аппарата на 4PDA. У нас это T211 пробел 4PDA. Вот так это выглядит. Нам нужен раздел, знаете какой? Сейчас мы сначала его откроем. Нам нужен раздел официальной прошивки, обязательно. Так, сборка прошивок не то. Вот, прошивка. В разделе прошивка драйвера и утилиты. Качаем вот этот Odin и качаем вот этот драйвер. Везде, далее, далее, совсем соглашаемся. Если вдруг драйвер не ставится, по ссылке в описании смотрите мое видео. Как отключить проверку цифровой подписи драйверов. Отключаете, заново ставите и драйвер поставится. Без отключения проверки цифровой подписи драйверов Windows 8.8.1.10 может аппарат не давать видеть прошивальщику. И еще можете поставить вот такую программу. Она есть на официальном сайте Samsung Smart Switch. Она называется официальная утилита Samsung. Которая вам позволит сделать все то же самое, что и я. Так, поставлю с помощью вот этого драйвера. Но я ставить драйвер не буду, у меня Smart Switch стоит. Поэтому проблем не должно возникнуть. Прошивка, официальная прошивка. У нас это версия с 3G. И качаем просто тупо последнюю сервисную многофайловую обязательно прошивку. Также можете воспользоваться программой, называется она SamFirm. Она тоже так же скачает прошивки под вашу модель. Об этом можете посмотреть в плойлисте Samsung, либо в плойлисте любая прошивка. Там я показывал, как скачать прошивку на любой Samsung с помощью этой программы. Или их официального сайта. Ну, можете скачать отсюда. Разницы особо не имеет. Выбирайте вот версии 4.4. Я бы ее скачал. И вот эту прошивку. Это тоже офигенный вариант. Дальше. Все распаковываете. В корне диска C создаете папку. Без русских букв, без пробелов. Пускай это у меня будет папка 1. Драйвер ставите. Повторяю, я его не ставлю, потому что я уже 100 миллионов аппаратов прошел. Один сюда. И прошивку сюда. Вот я качал этим смарт-свичем, поэтому... Не смарт-свичем, сам ферму. Поэтому у меня все готово. Я извлекаю Один и извлекаю прошивку. Прошивка, да, большая, действительно. Запускаем Один. Включаем его. И подключаем... Так. Разрешаем. И подключаем его к компьютеру. Должен определиться и увидеться. Ждем. Ждем. Вот здесь он должен у нас увидеться. Что-то отвалился. О, не увиделся. Разъем отлично. Значит, первая кнопка Bootloader. Идем туда, куда вы распаковали эту прошивку. У меня это папка 1. И файл BL. Во вторую вкладку добавляем... Во вкладку P2 файл AP. Из той же папки, где прошивка. На второй он подвесится, не паникуйте, никаких диспетчеров задач, ничего не надо открывать. Он подумает и добавит. Чем больше файл AP, тем дольше он грузится. Но что-то мне подсказывает, что я не прошью этот планшет. Ну, по крайней мере, попробовать мы должны. Вкладка Fon. Это модем. Сюда добавляем файл CP. А во вкладку CSC добавляем файл CSC. Он сейчас PIT файл вшит в файл CSC. Но раньше приходилось отдельно добавлять PIT файл. Сейчас это уже не нужно. Все, у нас все есть. Старт. Сейчас будет ошибка, наверное, да? Вы смотрите, дошьется. Ну ладно, не дошьется, не дошьется. Фиг с ним, риск на него подписан. Аппарат еще и после удара. Бедовая там еще и крышка отходит. Короче, скорее мерз, чем жив. Вот так прошивает Samsung. После этого, после того, как он все закончит, вот здесь будет написано RESET. И планшет сам пойдет включаться. Так же точно шьются телефоны. Все, ребята. Все самое интересное, важное, полезное по технике Samsung в отдельном плейлисте Samsung. С главной страницы канала. Открывайте раздел плейлисты. Сверху. Под шапкой канала. Забивайте плейлист своего производителя. Даже если у вас не Samsung. И смотрите все, что есть по вашему производителю. По Xiaomi, по Meizu есть интересные плейлисты. А все самое интересное, важное и полезное со своего канала я складываю в плейлист полезное. Ссылка есть всегда в описании. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайк под видео. И подписывайтесь на канал.